Траншея длиной и глубиной в несколько метров появилась в субботу. Четыре дня жители не могут не подъехать к своим домам, не выехать с переулка. С одной стороны тупик, с другой огромная яма, которую инициатор земляных работ отказывается закапывать. Объясняться ни с кем не хочет, он никого не предупредил о том, что он будет здесь копать. Мы утром уехали все на своих автомобилях. И теперь вы видите, заехать сюда мы не можем. Мы ни детей не можем никуда не отвезти. Машины у нас стоят на проезжей части, соответственно, это тоже опасно, извините меня. Ну и как-то надо эту проблему решать. Люди четвертый день разыскивают своего соседа, от рук которого пострадало общее имущество. Во время проведения работ экскаватор повредил центральный трубопровод. Аварию жители засняли на камеру телефона. Вода залила переулок, затопила и подвал дома напротив. У нас вот два инвалида, первой группы живут, мать и сын. У них вымыл кирпичную стену, она обвалилась в подвале. Там теперь все сырое. Запечатлели жители и мужчину, который не удержал равновесия и упал в яму. Благо, что в этот момент рядом были неравнодушные соседи, помогли выбраться. Официально обратились на сайт ЖКХ города, на сайт водоканала. Пришло официальное уведомление, что в течение 30 дней будут рассматривать данную ситуацию. Просто водоканал нам, рабочие предложили оплатить, и мы вам закопаем. Извините, ни мы копали, ни мы это сделали. Почему мы должны из-за этого страдать? Ущерб подсчитывает компания, устранившая аварию. Специалисты обратились в правоохранительные органы, чтобы возместить затраты по восстановительным работам и заводу, которая залила переулок. Мы выдали только технические условия и приехали на устранение аварийной ситуации. Никакие работы водоканал там не проводил. Разрешение выдавало только именно технические условия. Проект и схему прокладки водоводов мы не согласовали. На производство работ нас не вызывали. Кто получал ордер на земляные работы, тот и должен, соответственно, провести благоустройство территории. Ордер на проведение земельных работ выдавали в городской администрации. Как сообщили в ведомстве, житель по переулку среднему заявил о прорыве водопровода. И на это ему дали разрешение. Но жители уверяют, что мужчина планировал не устранять аварию, а подключить водоснабжение в свой дом. Человек пока отказывается делать полностью благоустройство, засыпать эту транжай, в связи с тем, что пеняет на водоканал. Ордер у него заканчивается сегодняшним числом. То есть ордер удаётся на устранение аварии на пять дней. Поэтому, если завтра мы туда выйдем и увидим, что ещё ничего не предприняты меры к восстановлению нарушенного благоустройства, то будут приняты меры административного характера. Будет ли применена штрафная санкция в отношении жителя и в каком размере, решит административная комиссия, если всё-таки мужчина по собственной воле не устранит последствия.